Например, я просто нарисую условное уравнение. Если бы Украине были поставлены 1-2 батареи какой-нибудь системы противоракетной или зенитной обороны, а Россия бы поставила Ирану несколько, пару, тройку дивизионов С-400, вот такое уравнение, если бы оно в действительности, подчеркиваю, это чисто гипотетические рассуждения, имело место, оно выглядит для Израиля крайне проблематичным. Потому что Израиль готовится, собственно, война с Ираном идет, сейчас мы можем говорить, что в любую секунду она может разрастись до большой войны, но в принципе, даже до этой ситуации, Израиль всегда рассматривал, во-первых, кроме вялотекущей войны с Ираном, полутайной, которая шла во всем регионе, Израиль рассматривал всерьез возможность и рассматривает ее удара по иранским ядерным объектам для нейтрализации иранской ядерной программы. И в этом случае усиление иранского ПВО, это был бы серьезный риск. ПВО я привел лишь как пример, речь идет о тех или иных возможных поставках оружия Ирану, которые бы стали серьезной угрозой для Израиля. Более того, не так давно глава МОСАДА Дэди Борне в своем выступлении, очень резонансном и редком для главы МОСАДА, посвященном иранской угрозе, всеобъемлющей, там и о терроризме шла речь и много о чем, и о том, что воплощается в жизнь прямо сейчас, в эти дни, он говорил о том, что есть опасения поставок России Ирану таких технологий, которые могут поставить под угрозу само существование Израиля. То есть подразумевается иными словами, в переводе на человеческий язык, это что Россия принимает неадекватные решения и поставляет какие-то ядерные технологии Ирану. Напомню, что не то, что Израиль, я не говорю этого оправдания, я говорю, что многие страны Запада, в том числе американцы, опасаются тех или иных неадекватных решений со стороны России, и именно из-за этого либо воздерживаются от каких-то поставок Украине, либо, например, запрещают применять то или иное оружие. То есть это как иллюстрация. Это проблема номер один. Проблема номер два — возможные помехи со стороны России в Сирии. Так как Россия присутствует в Сирии, и когда Израиль наносит удары по объектам проиранских сил, иранцев и, собственно, Хизбаллы в Сирии, то возможность какой-то конфронтации с Россией поставила бы под вопрос, поставила бы израильское правительство перед дилеммой, нужна ли нам еще одна лишняя проблема в лице чуть ли не столкновения вот с таким вот государством, либо мы, например, не решаем проблемы насущные национальной безопасности прямо здесь и сейчас. Из-за вот этих двух проблем Израиль отказывался, и до сих пор не произошло вот это вот изменение поставок стреляющего, что называется, оружия, я бы сказал, его определил как летального в Украину. И поэтому мы видим вот этот вот момент. Продажа странам Западной Европы систем ПВО и систем противоракетной обороны на коммерческой основе осуществляется. С Украиной дело обстоит, и дело обстоит, и обстояло до сих пор иначе. Объяснение именно вот два основных. Но я могу еще привести третье объяснение, которое тоже учитывалось в какой-то степени, но это возможность того, что в России, скажем так, опять-таки неадекватным образом отнесутся к собственной еврейской общине, запретят репатриацию в Израиль или, скажем так, возьмут то ли евреев местных, то ли тех, у кого есть израильское гражданство, в заложники. Такой сценарий тоже вполне считается допустимым, хотя о нем вслух не говорят, потому что прекрасно знают, с кем в России имеют дело, хотя опять-таки об этом не говорится. Вот такие вот реалии политики международной, и вот это основное объяснение, почему поставок не было.